Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля и вот сидя в своей теплице, которая уже у меня высажена томаты, но это теплица с подогревом, я хочу еще раз поговорить на тему, сколько томатов можно высадить в теплицу. И хоть некоторые зрители говорят, что каждый год одно и то же говорите, но следующие, другая половина зрителей, особенно те, которые добавились и не смотрели прошлогодние, позапрошлогодние видео и ничего об этом не слышали и, например, начинают только свою огородную деятельность, они очень часто спрашивают, как посчитать, сколько томатов вместится в теплицу. Вот, например, я буду говорить про свою, 3 на 8. Почему-то некоторые люди думают, что у всех, вот если я называю цифру какую-то, вот 150 томатов у меня, некоторые думают, что у всех должна быть эта одинаковая цифра, но нет. И этот вопрос, он очень актуален, особенно вот в этот период, сейчас мы начнем высаживать все в холодные теплицы, где нет обогрева, но в простые поликарбонатовые теплицы. И именно сейчас нужно высчитать, сколько туда разместится томатов. Сразу скажу, что все огородники высаживают очень разное количество томатов, и она настолько разная, вы удивитесь. Вот в одной теплице, например, вот в такой 3 на 8, может быть 40 кустов, а может быть 140. И вот те огородники, которые привыкли высаживать мало кустов, например, 40 или 50, и сейчас мне приходят на такие комментарии, что зачем вы столько запихиваете, все равно больше урожая не получите. И вот они уверены, что более уплотненные посадки не дадут хорошего урожая. А сторонники загущенных посадок, вот как я, уплотненных посадок, они уверены, что с большого количества корней урожая получится намного больше, и каждый по-своему прав. Я вот уверена, что если я больше посадила кустиков, то больше будет и отдача. А почему каждый по-своему прав? И вот смотрите, если вы только начинаете, не знаете, как высчитывать, от чего все-таки будет зависеть, сколько томатов будет расти у вас в теплице. Я вот сейчас на примере этой теплицы вам объясню, как вы можете посчитать. Но начну с того, что я уже говорила, что все огородники используют свои теплицы по-разному. Одни стараются использовать тепличные условия на все 100% и выращивать там только высокорослые, индотерминатные сорта. Ну, чтобы все пространство вот от земли и до верха, вот они туда протянулись, чтобы вот такой вот как сплошной полосой, чтобы не было даже воздуха свободного, чтобы занять все. И таких очень много. Выращивают только индотерминатные, все пространство теплицы вот, ну как, заполняется. Их не смущает, что урожай такие томаты дают намного позже и ждать долго. Они считают, что вот те низкорослые томатики, которые у меня в первом ряду, детерминатные, это нерационально использовать в тепличных площадей. Короче, это вот у нас такие рациональщики, которые хотят вот все выжать из теплицы. Он купил теплицу и хочет, чтобы вот вся она была в томатах. А поздно или рано его это не трогает. А другие, вот как я, наоборот, стараются вырастить в своих теплицах детерминатные вот эти вот такие томаты. Нет, это не как я, у меня-то смешанные. Вот некоторые выращивают детерминатные и низкорослые для получения раннего урожая. И они уверены, что теплицы предназначены только для этого. Вот весь смысл теплицы в получении раннего урожая. Но я отношусь вот к тем огородникам, для которых важнее получение раннего урожая, а не рациональное использование теплицы. Но я все-таки совмещаю и ранние, и вот такие, и поэтому у меня будет не самое большое количество. Если бы насадить маленьких вот этих, которые позволяют себя уплотненно высаживать, тут могло бы быть и еще больше. Так как все, я же уже говорила, разные сорта мы высаживаем на разном расстоянии друг от друга детерминатные чаще, чем инденты. И это является главным фактором, от которого будет зависеть количество общих ваших томатов в теплице. То есть, если вы в свою теплицу решите посадить вот такие, вот как у меня крайний ряд, вот этот, только высокорослые эндотерминатные сорта, расстояние между которыми должно быть 60-70 сантиметров, а иногда даже больше, в зависимости от сортов, то в этом случае в теплицу можно будет разместить самое маленькое количество томатов. Например, в 3 на 8, на 4 рядах, вот при такой посадке, вы сможете разместить всего 40 растений. Если вы будете соблюдать правила посадки, будете выдерживать расстояние, которое требуют специалисты. То есть, у вас будет тут 10 штук, там 10, тут 10 и тут 10. Всего 40 растений. Ну вот мне, например, жалко занимать теплицу всего под 40 растений. Мне кажется, вот это и есть нерациональное использование. Ну все думают по-разному, я всегда повторяю, мое мнение не обязательно должно быть как правильным, и вы должны его поддерживать. Каждый, послушав мой рассказ, должен сделать свои выводы. Все, короче, вот те, которые рационально хотят использовать, они 40 растений высаживают. Но если бы высадить в эту же теплицу половину высокорослых, а вторую половину занять детерминатными сортами с более уплотненной посадкой, расстояние между растениями уже не 60-70, а 50-40, то количество уже заметно увеличится, причем урожай не уменьшится. То есть, если, например, вот там, где низко, вы высадите детерминатные, а здесь высокорослые, ясно, что там же они загущены, эти пореже, то уже будет больше их. Вот, например, если половину, если левую половину займут 20 тендентов, а на правой половине разместятся примерно 36-38, вот таких низкорослых детерминатных, то количество уже будет в такой же теплице 60. Вот мы идем шагами вперед. Было сначала 40, теперь 60. Но так как площади в теплицах очень ценны, их всегда не хватает, то некоторые огородники идут еще дальше, и многие из них используют уплотненный метод посадки. Два томата в одну лунку. Вот это я могу точно сказать, что я вот, как сказать, этим способом именно в теплице выращиваю почти во всех. Или так будет два томата, или так, или поперек, или повдоль, но все равно у меня всегда два томата в одной лунке. И я уже много лет выращиваю так свои томаты. Это позволяет разместить в теплице от 120 до 140 кустов без ущерба для жизни растений. И я считаю, что количество томатов в теплице напрямую зависит от подбора сортов и их характеристики. Вот таких высокорослых, индотерминатных вы много насадить не сможете. И если вы услышали от меня, что у меня здесь сейчас 150 сортов, так у меня из них треть в крайнем ряду, вот 46 сортов, те вот малыши, которые штамбики, они занимают треть этого количества. А на всей остальной теплице всего 100. То есть, если бы их не было, если бы их не было, то было бы гораздо меньше вот этих вот томатов. И вы должны это понять, что от того, какой сорт вы выберете, высадить в теплицу, и зависит будет количество. Но количество растений, конечно, также же зависит и от ваших трудозатрат. Большое количество томатов в теплице обязательно потребует большого внимания, более тщательного ухода. Томаты при загущенной посадке очень быстро разрастаются, листья перекрывают друг другу солнечный свет. И тогда получается, растение начинает вытягиваться, и тогда получается, вроде хотели как получше, а выйдет, как всегда, и еще хуже. И на эту, на уплотненную, вот на загущенную схему посадки должен решиться только тот, кто готов отдавать много времени своим растениям. Потому что в этом случае дежурным обходом никак не обойтись. Если вовремя не прореживать, не отрезать вот эти пасынки, видите, вот у меня уже сейчас пасынки, уже надо начинать пасынкование. Хотя первая декада апреля, ой, вторая уже началась, извиняюсь. И если не обрезать пасынки, не обрезать лишние листья, не прореживать второй, третий ярус, ничего хорошего не получится. Большое количество томатов можно высадить только в том случае, если у вас много свободного времени, если вам кто-то будет помогать, или если вы готовы к ежедневному осмотру, к тщательному уходу, вот к всему, к всему, что накладывает, что влечет за собой вот эта вот уплотненная посадка. Так что, если вы много хотите посадить, готовьтесь к героическому труду все лето. И не только весной, когда вот так комфортно, а летом, когда жарко, когда здесь душно, когда здесь не очень хорошо, короче. Все. Вот подводя итог, можно сделать вывод, что количество томатов в теплице определяем мы сами, исходя из своих предпочтений и возможностей. Я вот захотела ранние, я насадила их густо-густо, мелких, их получилось больше. Если бы я захотела только индетерминатные, крупноплодные, их было бы меньше. Это должны все понимать, особенно новички. Если вы хотите всю теплицу засадить только высокорослыми, крупноплодными, индетерминатными сортами и высадить их по всем правилам, то есть на большом расстоянии друг от друга, значит количество кустов в теплице будет небольшим. Всего 40-50 кустов. Это при обычной схеме по одному в лунку. А если половину теплицы решите отнести под низкорослые детерминатные сорта с более плотной схемой высадки, значит в эту же теплицу можно будет вместить уже 70 кустов при обычной высадке по одному в лунку, чтобы вы не путались. Ну а если вы готовы все свое время посвятить уходу за томатами, то вы можете посадить, вот как я, уплотненную схему посадки применить по 2 томата в одну лунку и тогда в теплице 3 на 8 прекрасно разместятся 120-140 томатов и им не будет тесно. Главное вовремя прореживать зеленую массу для свободного прохождения солнечного света, для проветривания, чтобы не было заболеваний. И вот на вопрос, сколько томатов можно разместить в теплице, вы бы уже поняли, что точного ответа нет, никто вам не скажет. Можно ответить так, вот вы хоть сколько, сколько хотите, столько и размещайте, сколько захотите, но это зависит от вас, от вашего опыта, от вашей самоотверженности, от свободного времени, который вы здесь проведете. И начинающим сразу советую не загущать свои посадки. Количество томатов начинайте со среднего, ну уж не 40, конечно, в теплице 3 на 8, ну хотя бы не больше 100. И если поймете, что вы способны обработать это количество, на следующий год можно увеличить. Вот тут сразу скажу, что это же не все высаженные, чтобы ни у кого не было обманчивого впечатления, что я столько томатов насадила, что лес густой. Тут вот у меня вот эти, так, этот высаженный, так, вот этот высаженный, вот этот рядом стоит уже на доращивании, видите, они там в стаканчиках. И вот я когда уберу все вот эти стаканчики, завтра, послезавтра унесу, тогда уже четко будет видно ряды, но все равно сразу скажу, вот в первом ряду, где маленькие, там 46, здесь всего 30 с чем-то, что ли, и тут по 30. Короче, чем больше у вас будет низкорослых, детерминантных, которые можно высаживать густо, чем больше вы их разместите в теплицу, тем больше будет количество общее вообще во всей теплице. Ну, вообще, если вот так мой совет опытного огородника, то, конечно, в теплице должны быть и высокорослые, и низкорослые. Хочется и пораньше получить, это будут скороспелочки, потом уже хочется нам и крупноплодных. Вот у меня нынче нонсенс произошел, у меня те еще не цветут, которые ранние скороспелые, а вот крупноплодные уже начали цвести. Так что еще неизвестно, с кого мы получим ранний урожай. Может быть, вот с этих высокорослых, индетерминантных, они обгонят, они так обрадовались, что их сюда высадили, что не оставили дома томиться. Они решили меня удивить ранним урожаем. Все, до свидания. Это вот такая очень длинная лекция, пусть такая немножко, как некоторые пишут, нудно, но для новичков, для начинающих, выбор, определение количества томатов, порой решает весь исход всего огородного сезона. Некоторые насадят много сдуру, как я считаю, если он занят на работе, если он огородник выходного дня, он не успеет уплотненную посадку без помощников, если кто-то не будет там следить, обслужить. Разочаруются в методе, разочаруются в сортах, а оказывается, это просто неправильно выбрано количество томатов. Но я надеюсь, все уже подробно объяснила, все разжевала, по полочкам разложила, думайте, выбирайте, определяйтесь с количеством. Все, до свидания. Забыла добавить про рациональное использование. Вот те скороспелые, у которых короткий срок вегетации, они рано начинают, и быстрее заканчивается плодоношение. Зрители пишут, что они потом их выдергивают, ну, в конце лета, и туда начинают сеять редиску, салат зеленый, лук опять на перо зеленый, так что это место, оно пусто не останется, и вы будете до самой глубокой осени со свежей зеленью. Вот это очень нужная добавка, потому что многие не высаживают вот такие скороспелки, потому что боятся, что они раз быстро отплодоносят, вроде жалко места в теплице, что потом там, пустое место. Вот, можно использовать. лук. Лук.